Всем здарова соучастники! Предлагаю принять участие в распаковке очередного брошенного склада и тут на видном месте находится сейф. И в таком размере склад просто за коробки было бы до 1000 долларов, а если виден сейф, то охотники за сокровищами сразу начинают поднимать цену и выиграть его удалось только за 1730 долларов. Почти 2000 долларов, без малого, 1900. И такую сумму набили, потому что все видели сейф. На самом деле сейфы, ну блин, 99% всегда пустые. Что мы знаем? Мы знаем, что юнит принадлежит мотогонщику. Он был в США, переехал в Германию и все. И перестал платить за юнит. Это рампа для того, чтобы загонять мотоциклы. Велосипед КТМ. Хорошие байки. Они и велосипеды тоже делают. А, какие-то запчасти. Все новые. Все на мотоцикл. Резина на мотоцикл. Вот запчасти для мотоцикла. Это штука, чтобы поднимать мотоциклы. И вот эту штуку на фотографии я тоже видел. Это держатель для мотоциклов. Давайте посмотрим, что внутри. Что-то без кнопок, без ничего. Просто коробка. А, надо перевернуть. Electrical Hazard. Steam Generator. А это такой парогенератор. Их используют в саунах, в салонах красоты. Стоят какие-то 1000 долларов, какие-то 2000. А такие попроще долларов 400. Давайте бушно оценим 150. Сейф закрыт. Ну, что-то там переворачивается. Надо забрать. Возьмем, будем вскрывать, посмотрим. Одна маленькая коробочка может дать больше денег, чем все эти большие вместе взятые. А здесь что-то новое. Какая-то кнопка. Не работает. А, такой-то подъемник. Такая электролебедка. Стоит недорого. 110 долларов. Мы сможем продать долларов за 50. А вот и запчасти. Kawasaki. О, так тут целая морда есть. Такая, как у пчелы. Вот такая вот. Можно из этого шлем сделать. Ну, чтобы типа оно было на голове и светило далеко. Ну, все. Меняем бизнес. БУ запчасти на мотоциклы. Какая-то шлифмашина. Ну, похоже, что она новая. Ну, по крайней мере, по ленте. Лента вообще не юзанная. Нажимается и поднимается колесо. Ну, весь мотоцикл, в принципе. Вот, на подъемчик. А вот здесь уже одежда. Ну, на это надеяться не стоит. Как обычно, здесь пусто. Но проверить все равно надо, правильно? Нет. Куртка. Спасала, видно, я не раз. Такая потертая. А, это комбинезон. Плечи, локти. Нормально, видно, скользил. Ну, костюмы недешевые, кстати, эти. Дайнесы. Размер какой? А вот на коленях что творится? Ну, да. Они, когда закладывают мотоцикл, то они коленками трут об асфальт. Ну, не об асфальт, а какое там покрытие на треке. Ну, комбинезоны дорогие. Ну, это такой очень юзанный, но все равно. Я думаю, что тело лучше юзанный комбинезон, чем поломанные кости или стертая кожа. И подобные костюмы в подобном состоянии 350. Тоже бушные, 300-400. А новая ткань стоит полторы тысячи. О, тоже Дайнеса. Крутые боты. Вопросов нет. Ботинки тоже не дешевые. Бушные по 200. А новые 500. Да, но если есть ботинки и костюм, значит, должен быть что? Мотоцикл, скажите вы. Я хотел сказать шлем, но мотоцикл было бы тоже круто. Если бы мотоцикл, то его было бы уже здесь видно. А вот шлем, может, где-то и лежит. Что-то с музыкой связано. Какое-то оборудование. Может, усилок какой-то. Да, похоже на усилок. А вот это какой-то особенный штатив. А, я знаю для чего ты. Это держатель для велосипедов. Вот так велосипед повесили. И все, можно снимать с шасси, можно чтенить раму. Тормозные диски маслом смазать. Ну, в общем, провести полное обслуживание. Что здесь откроется? А, тут, наверное, для болтиков. Кто часто теряет? Ну, для таких, как я. Постоянно какие-то запчасти остаются. Постоянно куда-то надеваются. Вот, казалось бы, держал в руках. Только открутил, и сразу он пропадает. Просто мистика. Поворачиваешься, уже нет ничего. Ну, точнее, есть его много, но то, что тебе надо, найти не можешь никогда. Это у меня такая ситуация. Растяпа, короче. Так, что-то такое. Repair stand. Это stand ремонта. Блин, разъехался, чуть по промежности не дался. Ими лопастями. Оп, опять. О, ничего себе, он разложился. Сейчас он еще лучше выглядит. Продажи они 150-170, оценим в 50. Что за пара колонок? Называются они MTX. Какие-то спикеры внешние. Для улицы, наверное, да? Так, запчасти. Ксидушка на Triumph. А где же Апрелия? О, это BMW. Это на BMW. Задница белая. Пружинные. Какие-то запчасти. Ботинки, какая-то одежда. Очки, куртка, кепки. Ну, такое. Здесь ветровые стекла. А, КТМ. Тоже запчасти на КТМ. Колесо на велосипед. Ну, колесо хорошее. Крутится, если покрутить. Кавасаки. Еще морду от Кавасаки. Может, не новенькая, но хорошая все равно. Запчасти. В общем, заберу я вот эти коробочки сейчас, а затем мы приедем завтра. Так, приехали на второй день. Ой, Евгений, ты готов? А здесь коробка целый обвес. Вот такое что-то. И даже сидушки. И все это был КТМ. Готовили мотоцикл для трека. А эти обвесы поснимали. Тяжелая. О, Apple TV. Ого, какой кейс. А ну. А, пусто. Ну, сам кейс может стоить. Пивные кружки. Ой, блин, что не раздельно. München. Western Germany. Тоже сделано в Германии. А еще здесь есть в углу велосипед. А судя по этим усикам на покрышках, так он вообще не использовался. Ну, или может просто новые покрышки. Новые сидушки. Скорее всего, что сняли с какого-то минивэна. А, ну здесь значок Мерседеса. 17-й год. F1. Ага, с Формулы 1. Прикиньте, какие стулья начали им делать. Ну, точнее, кресло водительское. А может еще хуже? Формула 1 запустила микроавтобусы. Правильно. Туристов по треку катать. На скоростях 350 и выше. И вот такие новые сидушки продают по 900 долларов. Эти в отличном состоянии будут стоить минимум 300. Давай велосипед посмотрим. Блин, колонка упала. Класс. Ну, немножко ржавенький, но КТМ. Да не электро. Не, к сожалению. Электро стоило бы 1500 долларов. Если такие велосипеды в продаже стоят по 700, по 800 долларов, то бушным можно продать долларов за 250. Что-то. Да, у нас уже была такая штука. Это для сварки. Нет? Нет. А, точно. Я думаю, для кислородной сварки. Ну, может, кондиционеры, которые в мотоциклах стоят. Или в мотоциклах нет кондиционеров. А здесь уже глушитель. И видно, поснимали те запчасти, которые не нужны на треке. Смотри, новый глушитель. КТМовский тоже. Что за коробочка? Ну, и нашли золотишко. И прикольные запонки. Катализатор, может, какой-то. Катализатор, да. Чехол для мотоцикла. Майен, это шампанское? Майен, да. Есть? Нет. Нет, это душ, оказывается. А я думал, шампанское. Ну, ладно. Это ручка сцепления или газа тоже, да? Да нет. Что нашел? 570 долларов. Холодная, горячая. Эта штука монтируется в стену. И потом обкладывается плиткой стена. И снаружи одевается ручка холодной, горячей воды. Прямо со стены будет торчать. А, может, вот это оно есть, кстати, да? Ее нельзя потом будет поменять, достать и что-то с ней сделать, обслужить. Поэтому они изначально делаются очень долговечные. И они дорогие. Да, соответственно. Проданных 200, 250 и даже 300. Давайте оценим в 200 долларов. Я же говорил, будет шлем. Такой поюзанный, конечно, но... И еще этой компанией есть запчасти. 45 долларов, 70, 75. У нас бренд NELA 75. И ручка 20. Где-то это 100 долларов. Это 50. Поштучно 100 долларов. Да, это же алсайд, ну, то есть на улице уличная. Может, баксов за 100 обе продадим, да и все, да? Еще какую-то штуку странную нашел. А, нота выхлопная труба. Триумф. Сделано в USA. Что за клонки? Ну, это новая 250. То есть это ручная работа. Как бы они ставят номер на каждое изделие. Но качество, да? Держатель для мотоцикла. Вот сюда ставится ось. И он просто поднимается. И все. Будет стоять ровненько. Аж за душу берет. Ну, ладно. Говорит, нашел в коробке еще сантехнику дорогую. 236 день рождения у них был. Америка, Германия. Еще одна. Плюс 80 долларов. Это ксенон. Ну, прикроватная тумбочка, и на дне будет свет. Хочешь? О, смотри, какую я тебе насадку нашел. Теперь ты во дворе сможешь не просто со шланга обмываться, а у тебя будет такой дождь. Хочешь? Мягкая вода такая. Нет, это поесть. Есть такой, да? Я думал, ты шланг просто зажимаешь пальцем и делаешь на порту. Нет? Колесо нашел. Теперь придется бежать за ним. Вот так вот. Дурная голова ногам покоя не дает. Зачем было его катить, непонятно. Но новая покрышка. А вот заднее колесо. Ну, оно такое юзанное немножко. Бушное. Они эти колеса так жгут, что даже это юзанное продастся, наверное, очень быстро. Тарелки тяжеленные. Ну, и странное немножко. Наложил себе, оно будет высыпаться со всех сторон. Потом вытирай стол вокруг тарелки. Ну, что это такое. Это братья Блюз. Голубые братья. Ты блин, Дэш. Ух ты, и крестный отец. Запечатано. Крестный отец, часть третья. Братья Блюз. Как ты их назвал? Разнообразие какое. IBM. И кассетки, и мини, и даже дискеты. В общем, здесь вся история накопителей, наверное. О! Вот так вот они протираются. Здесь была набойка металлическая. Сейчас ее нет. Шлем. Шлем. Ну, в смысле, щитки. И вот крутейшие ботинки. Вот это да! Очень красиво. Как называется? Alpin Stars. А, еще вот такие. Это уже набоечки. Ну, видно, что использовались. Сиди и талия. Штаны и шлем. Не, шучу, это не шлем. Это упаковка для чего-то. О! BMW. Круто. Всегда хотел себе такой значок. Но не кассет. Красиво отковыривать от чужих машин. Деньги тратить не хотелось. Ждал, пока найдется в Yonty. Вот, пожалуйста. Это видно бок от мотоцикла F800ST. Наверное, круизер какой-то здоровый такой. Тормозной диск. Новый. О! Пожалуйста. Брелочки. Работают еще? Какая-то сигнализация. Не начнет пищать, нет? Похоже, что личные вещи. Фотографики, это кассеты. Монеты. Шкатулочки. Не, не серебро. Ну, может, шкатулочка что-то стоит. А, здесь еще шкатулочки. Просто. Япония. Japan. Вижу деньги. Ого, сколько здесь монеточек. Тяжелая шкатулка. Ну, в смысле, коробка. Мешок монет. Он PESA 1976 год. Вот серебро. О, Morgan. 1921. Не очень дорого, но 20 долларов. О, вот серебро. Здесь вагон монет. Даже запечатан есть. Видно родительские вещи какие-то. Радио Зенит. Рояль. 150. Крутилочка. Все дела. Так, это радио стоит где-то 70 или 80 долларов. А в таком состоянии может быть долларов 40. Ох, такие старые фотографии. Прямо старые-старые. Мистер-ремешочек. Кадиллак. Это ключи от машины. А это что? Все. Все личные вещи. LG. Ух ты. Кольца. Думал, какая-то запчасть. Это шкатулка. Блин, кольца потерял. Вот. Такое кольцо. Что-то внутри написано. Надо будет посмотреть. Такое колечко. Здесь 14 карат. Золото. Вот Евгений идет. Сейчас я вам покажу. А здесь что такое сгоревшее? Евгений, как ты думаешь, что это такое? Это шкатулка. Так, ну фотографии надо будет отложить, оставить. И плюс одно кольцо с предыдущей коробки. В итоге мы получили 4 кольца, 3 кольца, 585-я проба и одно кольцо, 750-я. Чуть менее 15 грамм, и стоит это 530 долларов. А, и много монет. Даже Морган выселил. А то Евгений пока тележку обвозил, не участвовал в разборе монеточек. Квотеров, смотри, сколько. Серебряный надо посмотреть, да? Давай, пересчитаем. Делайте ваши остатки. Сколько здесь? Я думаю, что в районе 50 где-то. Учитывая это и вот это. О, спасибо. Еще два кейса. Просроченный, если дырки, значит просроченный. Погашенный. А это знаете что? Номер 371. Это банк. А это ключи от банковской ячейки. А вот такие вот сложные. Ну вот написано Safe Deposit Key. Ну 97-й год, я думаю, что они уже давно их восстановили. Ну, если они им нужны. Вряд ли эти понадобятся уже. Красная кнопка. Ну вот такие. Так, надо Евгению ставить, он собирает такую коллекцию. Ронсон. Зажигалка. Варафлейм. Премьер. Здесь что-то крутится. Непонятно. Ну, надо будет посмотреть. И такая зажигалка в обычном корпусе стоит 20 долларов. А вот точно такая же, но корпус белое золото. 2900. У нас обычная. А что может быть здесь, как думаешь? Написано Artafon. Artafon это крутейшая компания, которая производит головки для проигрывателей винилов. Вот на аукционе полторы тысячи. А есть даже за 3500. Не, не оно. Какие-то тут запчасти. Филет, пакер. Вот это тяжелое что-то. Тайвань. Эээ, плохо. Нужно было быть USA. HP. Что такое старенькое? HP. Калькулятор. А вот может оно, вот это и есть. Похоже, похоже. Вот еще один. Вот такой еще. То есть их два, да? Ну ладно. И сколько может стоить старый калькулятор? Можно начать с того, что инструкция к нему продается по 35-40 долларов. Неплохое начало. В неработающем состоянии 80 долларов. А работающие 160. Вот пара, как у нас 250. А в продаже они стоят даже по 500 и по 600. Давайте оба оценим в 250. А такой, 48G. Это такой графический калькулятор, на нем можно графики рисовать. 50 долларов, 80, 130. И есть даже 200. Давайте оценим 80 долларов. Ты уехал уже? А я роликс нашел. Сказал, сейчас идет. Вот. Как открыть? Ну, а как ты открываешься роликс? А, вот. А-а-а. Пусто. Ну, коробку тоже можно продать. И если кто думает, да кому нужны эти пустые коробки, внимание на экран. И вот такая коробка в подобном состоянии была продана за 50 долларов. А бэушные коробки в более хорошем состоянии 110. А такую купили за 200. 340. Такая 500. Вот коробки с документами по 1000 долларов. А такая желтенькая коробка была продана за 3500 долларов. Возникает вполне логичный вопрос. Сколько же стоят часы с этой коробки? А вот эти веселые часики. 47 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. А в проданных такие часы есть за 35500. Да, не дешево. И целая кошелка мячиков для тенниса. Можно пожонглировать и отдать теннисистам. Ну, или теннисисткам. Ну, 12 болсов. И теперь объясни мне, что это за банка. А, чё? Представляешь? Деньги внутри. Это нычка. Не, я тебе серьезно говорю, деньги внутри. Телефон упал. А, монеты, ключ. Хорошие, новенькие. Они столько лет лежали, посмотри, что с ними случилось. 7, 8, 9 или 10. Я думал, я тебе пивка нашел. Позвольте, сам нычку нашел. Это не золото. Вот так деньги засунул в холодильник, поставил и все. Здесь открываются. Нет, это для пластинок. А здесь такая, якобы сделана под старину. Но на самом деле современная. То есть, а это оригинал, да? Сколько стоит? Кто-то за 300. Ну, попробуем за 150 тоже продать. Так и получилось. Мы продали это за 150 долларов. Это нет? Нет, все время. 20 баксов. Ого, а сколько дисков здесь? 10 ставок, 255 плюс 50 доставок. 50 ватт для сабвуфера, да? 65 новые. У нас их 2. 2 за 60. А сколько здесь дисков? 400 дисков помещается. 400. Вот так, напрессовал 400 дисков и все. И себе клацаешь. А механизм сам берет, вынимает, ставит и проигрывает. Потому что Sony... Это не так, как у тебя. Последние 15 лет 2 диска. Ласковый май и сектор газа. Ты понимаешь, что есть люди, у которых фонотека составляет 400 дисков. 400. И это не по одной песне. На, я тебе еще одну сидушку нашел. Не, я думаю, что это от американца какого-то. Типа Cadillac или прямо кресло. Вот так вот. Класс. Вообще комфортно. Мягенько, хорошо. И такая машинка Remington. Такое состояние не очень. Ржавенькое вся. В общем, надо будет продавать как есть. Так, не открывается. А если не открывается, что надо сделать? Надо сказать волшебное слово. Пожалуйста. Ну, в общем, что-то не получается. Да, здесь такой этот бортик неудобный. Не получается поддеть. Надо чем-то расклинить. А у меня этого клина нет. И одному как-то... Блин. Значит, план Б. Пойду к пацанам в сервис. Точно. Сейф откроем. Кофейку попьем. Поболтаем. У ребят еще ремонт. Ну, установили уже джакузи. Или это просто протекает? Так, короче. Притащил я сейф. Видишь, мы учли пожелания твои. Там будет казино? Ну, конечно. Ты сказал казино. Нет, теперь я хочу, чтобы там был аквариум. Можно залить это водой и запустить акул, там скатов. Ну, таких красивых больших рыб. Класс. Поздно. Блин. Пилим? Пилим. Блин. Болгарку. И в автосервисе взял и бросил шуруп на пол. Ну, нормально, ну. Блин, промазал. Так, надо очки, техника безопасности. И... У меня защита есть. Почему пилить плохо? Если там есть много кэша или какие-то акции, облигации, всякое такое, то они просто сгорят и все. Что теперь? Сломал отвертку. Он отвертку сломал. И при подобных работах обязательно надо одевать защитные очки. Сейчас вы увидите, как этот сломанный кусок отвертки вылетит и попадет мне прямо в лоб. Хорошо, хоть не в глаз. Теперь легче, конечно. Конвект с деньгами. За 100%. Не, мне кажется, это какой-то мусор. Видео на автосервис. Вот так вот надо. Афганистан, пожалуйста. Афганистан, Афганистан. Еще, девчонки. О, сигарки, точно. Все, что-то военная тематика какая-то. Что-то? Мины. Еще много карточек. Еще карточки, да. Ходи купи что-нибудь. На разные имена. А здесь сзади написано. Название и характеристики. Или можно продать? А полочек, конечно. Уже нельзя. Все. Выглядит как путеводитель, да, какой-то? Ну, надпись, смотри. Нет, так это для военно-морских сил США. Сделано специально. Да, смотри. В общем, что-то для спецзаданий. Вот, с какой стороны лучше заходить? В общем, какой-то спецагент. Это российская. БРДМ-2. Ну, в смысле, Советского Союза. БМП. ППШ. В общем, всю эту секретную информацию я оставлю тебе. И ссылочка на твой канал в описании. Если будут какие-то вопросы, пусть обращаются к тебе. Я понятия не имею, что это такое. Я тоже. Теперь у вас есть дизайнерская урна. Кстати, в курсе? Классно смотрится. Похоже на маску Дартфейдера. Не, это какая-то запчасть от мотоцикла КТМ. И пусть ключевое слово сегодня будет запчасти. В общем, мы почти перебрали и оценили все запчасти и всю одежду. Да, уже продали фары, некоторые запчасти, некоторую одежду. И еще стоит на сколько? На 5040. Ну, давай с половиной почитаем. Ну, в общем, запчасти и одежда где-то 3,5 тысячи. Все вместе. Я думаю, что больше. Но так, чтобы точно 3,5 плюс в копилочку. Ну, что, ну, неплохо получилось, слушай. Да? А это победитель этого выпуска с комментариями, в которых есть ключевые слова. Пришлите мне на почту номер вашего кабинета с сайта Yosai на диване. Это сервис отправок посылки из США. И они отправят вам нищики в виде автомобильных номеров США. Всем огромное спасибо за просмотр. Я всем желаю крепчайшего здоровья. Берегите себя. Всем пока.